Завтра день войска у Супрыц-поветранной обороны. На перед дни профессийного свято у 115-м зенитным ракетным полку отбылась с встречи ветеранов в войсковой части. Побывала на ее и Людмила Салдина. И они служили у 115-м зенитным ракетным полку урозный час. Кто еще в великую отчинную, а кто звольнился в запас и некольких годов тому. Что год на перед дни дня Супрыц-поветранной обороны ветераны полка сбираются разом у родной части. Сегодня накануне ветераны собрались, чтобы посетить подразделения части. Пройдут, посмотрят места рабочие, места службы военнослужащих. Кто-то вспомнит о том, как сам проходил службу. У ветеранской организации полка 140 человек. Восемь из них ветераны великой отчинной. Больше за 40 офицеров удельничали в боевых деньях локальных конфликтов. В опытах этих людей каштоны для теперешних военнослужащих части. А сегодняшнее житие полка у свою чаргу не меньше цикавит ветеранов. Вот сейчас здесь 300-й комплекс стоит. Он, конечно, намного эффективнее, чем те комплексы. Но впечатления я уже давно здесь не был. Так впечатления производят. Ветераны наведали зенитные ракетные дивизионы, познайомились с новой военной техникой, побывали у солдатских казармах и, конечно, у самом сердце полка – командном пункте. Тут контролюются все поветранные объекты, которые тропляют все огляд. Главное – не допустить порушения державных рубежов. С этой задачей полк справляется навыдатно. Сегодня в преддверии чемпионата мира по хоккею личный состав готовится к заступлению на боевое дежурство, готовится к технику, готовится личный состав. Основная наша задача в этом году – это участие в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне Российской Федерации «Телемба» в Забайкале. Знайомство с сегодняшними задачами полка подчас таких встреч дозволяю ветеранам у черговый раз отчуть. Былих зенитчиков не бывает. Людмила Салзин, Александр Севицкий, областные новины, Брест.